Умный вопрос, а ты видишь, нас с тобой придурками начали делать. Ты вот кунсткамеру посетил сейчас, полчаса назад, 40 минут назад. Впечатления какие твои? Впечатления мои, что это уже все есть. Вот что из кунсткамеры нужно взять? Вот те, вон, дедочек экспонатов. Курящих мам и пьющих пап, да? И пьющих пап, и мам пьющих. Да, и показывают деточкам нашим. Ну вот видишь, экскурсовод говорит, неохотно идут в школы на контакт. Может быть в этом какая-то и наша недоработка? Мало того, что. Моя личная, конечно. Моя личная. Сейчас будем звонить с этой Оксаней, заниматься. Да, тут у нас камеры должны посмотреть, каждый ученик раза по три, а курящий раз по пять. Так она говорит, бросают курить. Курить реально бросают после того, как побывают на школе. Я думаю, что да. Если с первого раза не бросишь. А столько тынь. Нет, ну с первого раза можешь выйти и еще. Нервно-то курить по три раза. А потом сказать, да, перед смертью не надышишься. Ну а что все-таки было? Задержания не было, да? То есть тебе позвонили. Расскажи подробно, как это все было. Ну, мы должны были вчера ездить. Да, это же интересно, это же важно. Не, ну да, конечно важно. Ну что, четыре часа, учитывая, что я полночи был в интернете, вообще ночью не спал, получается. Что-то там, как в армии помню, знаешь, четыре часа на вахту тебе звонят, все, просыпайся. Поднимай. Поехали, да. Приехали, да. Ну, поехали, два часа ехали. Новый Бух. Новый Бух. Приехали. Приехали. Да, у меня Костин говорил, там будет столько много наркотиков, там будет мешки. Вот ты ж хотел. Я говорю, что я, Олег, что ты мне показываешь? По мелочам. Три грамма, пять граммов. Ты мне мешок покажи. Ты мне парень мешков возьмешь. Ты ж на сжигании видел мешки. Да, что ты мне начинаешь это показывать? Народ хочет объемы. Все, ты просил объемы, вот тебе будут объемы. И ездили, хрен знает куда, сколько, человек восемь. Там же, получается, два понятых. Коля, да, да, он согласился. Тоже переборол себе этот страх. Но какой-то определенный страх присутствует все-таки. Это же... Да, это вначале. Вначале, да. Вначале, да. Потом попускают. Да, конечно же. Конечно же. Ну, приехали, дождались рассвета. Мы приехали, еще темно было. Дождались рассвета, потому что нельзя проводить в темное время суток. Это порядок у них такой, да? Ну, да, в темное время суток. Ну, это же не 37-й год. Это при Сталине можно было проводить. В 4 утра? Да, в 4 утра. Возить машину и увозить. Воронок, да, с мигалкой. Мы там, когда они делали область, там же, ну, фермер такой, чудак, фермер. Куча, куча у него там зерна всего. Я говорю, ну, 37-й год. Сейчас мы за этих два мешка зерна погрузили в машину. Да. 10 лет без права переключения. Представляешь, вот люди... Я вот просто себе представлял, что творилось вот тогда. Знаешь, люди себе запасли какое-то зерно на зиму, запасли какое-то... Не украли, замечательно. Ну, запасли, ничего не украли. Своим трудом запасли. Запасли какую-то там консервацию, запасли... А у меня пришли, все это брали, тебя же еще и посадили. Пришли, все это брали, да-да-да-да-да. Не, ничего, зерно не забирали, искали коноплю там. Это поступил сигнал о том, что у него есть. Там не просто сигнал, там какая-то закупка была, там серьезно, все, какая-то была закупка. То есть вопрос был поставлен уже. Да, мы же не просто так приехали на какой-то адрес. Ну, я думаю, два часа вечера. И не просто приехали по звонку, что там позвонили и сказали, что подъезжайте. Ну, серьезно все. Санкция прокурора на обыск. Что же он не дает, что санкцию прокурора не просто так дает. Ну, что, чудачка открыла нам. Долго не открывала, правда, открыла. Очень спокойная чудачка. Как бы она как и знала, какой-то у нее каждый день проводят обувь, знаешь, там ничего не причитала, ни этого, но она знала, что у нее ничего нет, даже не кричала, что смотрите, мне ничего не подбросите, потому что в прошлый раз, когда мы были в Сыган, что подбрасывают, ну во всех книжках написано, что подбрасывают, но при мне они ни разу не подбрасывали, и я у Олега еще и спрашивал, Олег, а что действительно, блин? А если нет другого способа его, прекратить его деятельность? Ну, ты видишь, есть, он не идет по схеме Жеглова, помнишь, который говорил, он должен сидеть в тюрьме, и кошелек ему прямо в карман кинул, потому что он знал, что он вон, вот допустим, мы были у одних Сыган-Барыг, ну, точно видно, что это Барыг, точно видно, что это Барыг. И хоть в глазах увидеть, вот ни разу не видел. Ничем не отвечать, но я их как-то, я их на нюх, чувствую, понимаешь, но они постоянно не просили, товарищ начальник, смотрите, ничего не подбросили, смотрите, ничего не подбросили. И смотрели их было в однокомнатной... Наверное, было, игры и прециденты. Наверное, подбрасывали. В однокомнатной квартире их было человек шесть. Ох ты, ем. Ты можешь себе представить? Человек шесть было. Это в тот раз, это не этот раз, когда... Наркоприфил он такой. Да, в одноэкономной квартире, ну на полу там, ну цыгане, плашню там валялись. И все смотрели за этими ментами, когда менты там все это... Чтобы ручки, ручки, на виду, на виду. Да, чтобы ничего не подбросил. Ну реально ничего. Хотя там было сто вариантов, когда не могли подбросить. Тысячу вариантов там, ну не уследишь, понимаешь. Подбросят они, не подбросят. Они же, когда менты заходят, они же их не проверяют. Заходят они с наркотиками, ты же не будешь их проверять на входе. Они пришли с обыска. Да, и мне ничего не подбросили. Я еще раз говорю, Олега спрашивает, ну хочу не подбросить. Я говорю, ну как это? Говорит, я слежу за своим имиджем. Говорит, если я подбросил, он же сразу всем расскажет, что Хостин подбрасывает, что Хостин скотина. Говорит, ну для меня это очень важно. Вообще есть такой, да, есть такой этический момент в голове. Хотя он и знал, что он барыга и все. Ну в данном случае тоже знали, что барыга, но успели вынести, не было. Ну ты же сам говоришь, что Хостин честный. А может не нашли, потому что частный дом, там можно всунуть куда угодно, понимаешь. Ну мешков бы точно они не спрятали, потому что мешки как бы перерыли все, все зерно там переоткрывали. А если результат обыска не дает, они просто извиняются, подписывают какую-то бумажку и уезжают? Ну я подписал бумажку, что... А ты как понятой был, да? Ну конечно, для меня это хорошо, как свидетель был. Как свидетель? Боятеля, их потом не найдешь. Да не несут, потом не приходят и все. А чего они не приходят? Боятся? Ну боятся, да. Боятся, боятся. Они хотят неприятностей. Боятся. Да в лучшем случае боятся, но в лучшем случае адвокат может его там прикупить и... Приплатить. Приплатиться и нарассказать что-нибудь, что честного человека, у нас же ассоциации какие сложились. Менты это все козлы, наркоманы это все больные. Больные, да. А они не больные, они твари. Они твари наркоманы. Ну есть еще два вида наркоманов. Есть те, которые свою жизнь гробят, а есть те, которые гробят чужие жизни. Да, не бывает так. Если он уже наркоман, он гробит однозначно вокруг себя всех, жизнь всех. Да, у меня была знакомая, которая совершенно серьезно утверждала, что можно жить с наркоманом и не употреблять. Не можно. Не можно. Какое-то время, какое-то время можно. Какое-то время человек может быть будет противостоять, бороться, но потом это однозначно. Вика, на две секунды. На одну секунду. Запоминаю. Чтобы когда склеивали, было 15 минут. Бабушке 96 лет. Бабушке 96 лет, а она же все у тебя, может быть, лет. Обалдейно. Конечно, полностью припалитим. Слава Богу. А у вас все долгожители такие в семье? Нет? Бабушка. Ну, дедушка тоже, может быть, долго прожил. Войну прошел. Ага, он воевал. Ну, бабушка тоже. Он был нужен в тылу. Ну, поможем. Валенки шел в тылу для фронта. Для победы. Представляешь? Я когда узнал, я, мой дедушка, я у него постоянно, я маленько наполню, я ему постоянно сказал, дедушка, что у тебя медалей нет никаких? Ну, правильно. У всех есть, у тебя нет. У всех есть, но у него медали нет. Где твои медали? Он мне долго что-то там рассказывал, где-то там их... Где-то он их... Короче, напали на него кто-то... Сбитыми четыре человека, да? Да, но там тоже бабушка рассказала, что его отправили в тыл. Скорее всего, сам уехал. Сам уехал? Да. И в тылу валенки шел. Это ж профессия, а? Извини, как будто это надо было делать. Не, ну так здрасте, сколько он людей спас от мороза. Не просто у него, это же была эта вот бригада, которые решили валенки. А он руководил, что надо же процесс поставить. На фронт поставлял валенки. Режелая была ответственная работа. А бабушка у меня с раскулаченных, под грех с раскулаченой, да. Поэтому она эту советскую власть не любила. И все, что вот... У меня бабушка из бывших тоже советскую власть на дух не переносила. Понимала, что это такое, и понимала, что у него идя. Но репрессии не коснулись, да, их? Так как не коснулись? 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 Нет, раскулачили, я понимаю. Никто не сидел, не расстрелял. Не, а са увезли, вот это получается. Его полностью увезли, она убежала. И уже там сама что-то там... Боже, сколько штей лет было? Да, мне было лет 13, она убежала и уже начало там... Когда она уже понимала, что это такое. Что такое, когда у тебя в закромах все есть, в зиму ждете там, все у тебя есть. И вдруг в один момент... Вдруг в один момент ничего нет. Да. Так, что ты сейчас запаслась на зиму? Нет. Вот я запасся медом. А, вы чем это? Александр Яковлевич, большое вам спасибо, он мне дал меда. Медку. Медку дал, да, Александр Яковлевич. Теперь он и медок кушает. Почему я спросил, по чем стоит? Медок это хорошо, но к медку тоже что-то ж надо. Запасы картошки вы не делали? Да, зелье надо на картошке, зелье надо запастись. Да. Хоть пару сантиметров. Ну, мы ничего не запасали. Чего? А нас только два человека, много ли нам надо? Тем более крыша течет. Или уже не течет? Течет. Потолок кое-как слепили, а шифер, как был дарит. Я вот так и остался, шифер менять надо. Ничего, Юра, станешь ты депутатом. Начнем делать вещи. Могу программу помнишь, да, депутатскую? Ну, так. Поменять машину на 600 и мерцеду. Стояночку. Нет, ну, земли взять, пару гектаров цены. Однозначно. Делать заправку на Адмиральском. Там поставить заправку. Адмиральский пустить для грузового транспорта. Две стороны, чтобы туда это напугать. Можно я буду администратором на заправке? Надо же как-то зарабатывать. Да, что еще я хотел сделать? Дом перестраивать не собираешься? Ты там не планируешь? Нет, дом я перенесу тоже на Адмиральском. Туда, там же меха много. Я там и дом буду. Мы его перевезем. Ну да, ну да. Ну да. Поменьше, Ленина оставим. Хай будет. История все-таки. Конечно. Жал. Прямо на моем участке будет. При усадьбном будет. И сядки сажать не надо. Значит, ты уже работу управления земельной комиссией обеспечил. Да. Уже авансом заранее. Забил там себе нишу, нишу. Ну да. Молодец. Не теряешься. Я думаю, как бы... Хорошая программа, да? Хорошая. Честная программа. Все лучшее себе любимым. Честная. Ну, если серьезно. Вот ты входишь в ворсовет. Первое, что ты делаешь. Не знаю. Не, 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 не. Или ты так далеко не смотришь еще? Не, я думаю, что... Не готов я сюда. Не достойно быть еще депутатом в совет. Просто не достойно. Не мне легче будет сверху на них смотреть на все. Что там изменить. Это что-то я... Всю... Два года говорил, что я не хочу баллотироваться. Не хочу. Ну, это близнец. Знаешь, что такое близнец? Знаю, знаю, знаю. Вот, знаю. Слишком хорошо. Два года. Тут бах-бах в одночасье. Хоп-хап. Документы есть, есть. Ты накануне говорил. Накануне, за день до того, ты говорил, я не буду баллотироваться. А через день ты говоришь, все, баллотируешь. Знаешь, как решение принимаю. Как в бою. Как в бою. Не знаю. Александр Яковлевич Берников какой-то. Он... Такой вот. Влиять умеет. Да, да, да. Он меня просто уговорил за две секунды. И я так сразу, знаешь... А может, я действительно помогу народу? А почему? Чем? Чем же нужно. Кондавил... Поэтому... Продолжение следует...